Всем привет! С вами Акана Цой, и сегодня мы продолжаем с вами читать книгу Антуана де Сент-Экзибери «Маленький принц». В прошлый раз мы читали с 15 по 20 главы, и для начала я предлагаю вспомнить, что же там было интересного. В 15 главе мы читали про географ. Вот наш географ, который сидит за столом и составляет карты, и проверяет все данные путешественников. Но сам, правда, не знает, есть ли у него на планете горы, реки или моря. Забавная была история. В 16 главе мы начали читать про землю, и что там очень много географов, фонарщиков, чистолюбцев и всяких-всяких людей. В 17 главе «Маленький принц» попал в пустыню. Вот наш «Маленький принц», который в пустыне. И там он встретил змею. Маленький принц, а это змея. Как-то по-христиански чуть-чуть. Ну ладно. Дальше. В 18 главе он встретил цветок. Здесь такой цветок. Видно? Видно, видно. Должно быть цветок. Цветочек. И в 19-й он был на горе, на самой высокой горе, которую он хотел увидеть всю планету. Но увидел только соседние горы. И немножко пообщался с Эхом. И в 20-й главе он дошёл до сада. До сада с розами, где его наполнило разочарование. Ведь он думал, что его роза на его планете одна такая, а тут, оказывается, тысячи такие. И он очень сильно расстроился. Вот. И лёг на траву и заплакал. И сегодня мы с вами продолжим читать. Я думаю, что глав всего 27. Мы сегодня начнём с 21-й главы. Поэтому я думаю, что сегодня-завтра мы закончим читать эту книгу. Глава 21. Вот тут-то и появился лис. «Здравствуй!» сказал он. «Здравствуй!» вежливо ответил маленький принц. И оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь!» послышался голос. «Под яблоней!» «Кто ты?» спросил маленький принц. «Какой ты красивый!» «Я лис!» сказал лис. «Поиграй со мной!» попросил маленький принц. «Мне так грустно!» «Не могу я с тобой играть!» сказал лис. «Я не приручен!» «Ах, извини!» сказал маленький принц. «Но подумав, спросил, а как это приручить?» «Ты не здешний!» «Заметил лис!» «Что ты здесь ищешь?» «Людей ищу!» сказал маленький принц. «А как это приручить?» «У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши!» «Ты ищешь кур?» «Нет!» сказал маленький принц. «Я ищу друзей!» «А как это приручить?» «Это давно забытое понятие», объяснил лис. «Оно означает создать узы!» «Вот именно!» сказал лис. «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе не нужен. Я для тебя только лисица. Точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. А я буду для тебя один в целом свете». «Я начинаю понимать», сказал маленький принц. «Есть одна роза. Наверное, она меня приручила». «Очень возможно», согласился лис. «На земле чего только не бывает». «Это было не на земле», сказал маленький принц. «Лис очень удивился». «На другой планете?» «Да». «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно!» «А куры там есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства», вздохнул лис. «Но потом он опять заговорил о том же. «Скучная у меня жизнь». «Я охочусь за курами». «А люди охотятся за мною». «Все куры одинаковые». «И люди все одинаковые». «И живется мне скучновато». «Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится». «Твои шаги я стану различать среди тысячи других». «Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь». «Но твоя походка позовет меня. Точно музыка. Я выйду из своего убежища». «А потом, смотри, видишь, вон там в полях зреет пшеница». «Я не ем хлеба». «Колосия мне не нужны». «Пшеничные поля ни о чем мне не говорят». «И это грустно». «Но у тебя золотые волосы». «И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосев на ветру». Лиза молчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал, «Пожалуйста, приручи меня». «Я бы рад», ответил маленький принц. «Но у меня так мало времени, мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», сказал Лиз. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей». «Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого надо делать?» спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», ответил Лиз. «Сперва сядь вон там, подаль, на траву, вот так. я буду на тебя искоса поглядывать». «А ты молчи». «Слова только мешают понимать друг другу». «Но с каждым днем садись немножко ближе». «На завтра маленький принц вновь пришел на то же место». «Лучше приходи всегда в одно и то же время и в тот же час», попросил Лиз. «Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастья. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». «А что такое обряды?» спросил маленький принц. «Это тоже нечто давно забытое», объяснил Лиз. «Нечто такое, отчего один какой-то день становится непохож на все другие дни. Один час на все другие часы». «Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой-то чудесный день, четверг, я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковые, и я никогда не знал бы отдыха». Так маленький принц приручил Лиза. И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», вздохнул Лиз. «Ты сам виноват», сказал маленький принц. «Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно», сказал Лиз. «Но ты будешь плакать». «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо». «Нет», возразил Лиз. «Мне хорошо». «Вспомни, что я говорил про золотые колосья». Он умолк. Потом прибавил. «Поди, взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил. И вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лиз. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился. И теперь он единственный в целом свете». Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые», продолжал Маленький принц. «Ради вас не хочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой. Оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц. Только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвасталась. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя». И Маленький принц возвратился к Лису. «Прощай», сказал он. «Прощай», сказал Лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко, одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни». «Потому что я отдавал ей все свои дни», повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину», сказал Лис. «Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу», повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить. Конец двадцать первой главы. Такая вот интересная глава. Я думаю, что многие из вас помнят эту главу, потому что она, наверное, стала такой самой популярной. И особенно фраза вот эта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Она просто, по-моему, не была такого сообщества, в котором ее они постили. И теперь я покажу вам замечательные иллюстрации. Это Маленький принц и Лис. А это охотники. Мелковатые для охотников, правда. Ну, ладно. Это дерево, возле которого встречались Маленький принц и Лис. А это Лис, который выходил из своей норки, чтобы встретиться с Маленьким принцем. И Маленький принц просто лежит на лугу. Такая вот глава. Глава двадцать вторая. «Добрый день», сказал Маленький принц. «Добрый день», отозвался Стрелочник. «Что ты делаешь?» спросил Маленький принц. «Сортирую пассажиров», отвечал Стрелочник. «Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз. Один поезд направо, другой налево. И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо. И будка Стрелочника вся задрожала. «Как они спешат?» удивился Маленький принц. «Что они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», сказал Стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?» спросил Маленький принц. «Нет, это другие», сказал Стрелочник. «Это встречный». «Им было нехорошо там, где они были прежде?» «Там хорошо, где нас нет», сказал Стрелочник. и прогремел, сверкая третий скорый поезд. «Они хотят догнать тех первых?» спросил Маленький принц. «Ничего они не хотят», сказал Стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают?» «Одни только дети прижимаются носами к окнам». «Одни только дети знают, что ищут?» промолвил Маленький принц. «Они отдают все свои дни тряпичной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если у них отнимут, дети плачут. Их счастье», сказал Стрелочник. Конец 22-й главы. И вот какая-то непонятная иллюстрация, если честно. Вот такая вот. Я думаю, что это Стрелочник, и без понятия. Что вы скажете? Как вы думаете, что это? Итак, глава 23. «Добрый день», сказал Маленький принц. «Добрый день», ответил торговец. «Он торговал самыми новейшими пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить. А чего ты их продаешь?» спросил Маленький принц. «От них большая экономия времени», ответил торговец. «По подсчетам специалистов можно сэкономить 50 тысяч три минуты в неделю. А что делать в эти 53 минуты?» «Да что хочешь!» «Будь у меня 53 минуты свободных», подумал Маленький принц, «я бы просто напросто подошел к роднику». «Конец 23 главы». «Иллюстрации тут нет». Глава 24 «Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию. И слушая про торговца с пилюлями, я выпил последний глоток воды». «Да», сказал я маленькому принцу, «все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику». «Лис, с которым я подружился? Милый мой, мне и сейчас не до лиса». «Почему?» «Да потому, что придется умереть от жажды». Он не понял, какая тут связь и возразил. «Хорошо, если у тебя когда-то был друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что подружился с лисом». Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал это вслух, только подумал, но маленький принц посмотрел на меня и промолвил. «Мне тоже хочется пить. Пойдем поищем колодец». Я устала, развел руками. «Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне?» Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец темнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова маленького принца, и я спросил, «Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?» Но он не ответил. Он сказал просто, «Вода бывает нужна и сердцу». Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок, я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал, «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно», сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною. «И пустыня красивая», прибавил маленький принц. «Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же тишина словно лучица». «Знаешь, отчего хороша пустыня?» сказал он. «Где-то в ней скрываются родники». Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучица песок. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом пристаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. «Да», сказал я, «будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами». «Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом», отозвался маленький принц. Потом он уснул, и я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось, даже ничего более хрупкого нет на нашей планете. При свете Луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе, «Это всего лишь оболочка. Самое главное, то, чего не увидишь глазами». Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе, «Трогательней всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит». «И я понял, он еще более хрупок, чем кажется. Светильник, светильники надо беречь, порыв ветра может их погасить. Так я шел, и на рассвете дошел до колодца». Конец 24-й главы. С вами была Акана Цой, большое спасибо за просмотр. Завтра мы заканчиваем читать книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Осталось всего три главы. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет где-то там внизу. И не пропускайте, в 4 часа по Москве будет проходить прямой эфир, где мы завершим чтение «Маленького принца». Книги «Маленького принца», не самого «Маленького принца». Ну, вы поняли, короче. Всем любви! Продолжение следует...» Продолжение следует... Продолжение следует...